Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Кто не успел, еще не опоздал. Узаконить землю под самовольными постройками можно до конца лета. Грабежи, вымогательства и тяжкие телесные. Стоит ли опасаться возвращения 90-х и как вести себя в новых реалиях? Премьера в Краевой филармонии. Что осталось в постановке от «Аленького цветочка»? Но вначале Виктор Томенко дал поручение районам уже озадачиться проблемой угля, чтобы к 1 сентября во всех муниципалитетах уже был сформирован 45-дневный запас топлива. Примерно 120 тысяч тонн угля надо купить. Вот он должен лежать. Вот ваши теплооснабжающие организации сами купили уголь, консессионеры ваши купили сами уголь и так далее. Ваш уголь должен лежать. Мы в этой части вас поддержим. Для подготовки запасов потребуется около 500 миллионов рублей. В ходе совещания губернатор затронул и меры по обеспечению экономической устойчивости края, но напомнил, что не стоит забывать о текущих вопросах жизнедеятельности региона. У всех, кто не успел, появилась возможность. Краевые депутаты сегодня продлили сроки, когда можно узаконить землю под самовольными постройками. Прежний срок закончился 1 марта и не все жители смогли воспользоваться услугой. Какие еще важные решения были приняты сегодня в парламенте края, расскажет София Яценко. Это поможет решению проблемы экономики, кадров и сохранению самоидентичности. Краевые депутаты утвердили преобразование Суевского района в муниципальный округ. Таким статусом в первом чтении наделили и Славгород. Городской округ, город Олейск, он действует чисто в рамках города, там Змеиногорск, это городское поселение Корняк, это городское поселение Заринск, это городской округ. То есть уникальная ситуация сложилась именно в городе Славгород, потому что присоединили в свое время район, расширили границы, а по критериям, по факту, это был сельский населенный пункт вокруг Славгородский район. Еще одно решение – у жителей вновь есть возможность узаконить свои земельные участки под самовольные постройки. Вслед за федеральными краевые сроки регистрации продлили с 1 марта по 31 августа. Позволим тем гражданам, которые, а, находятся в процессе узаконения, б, которые все-таки еще собираются в этот процесс узаконения вступить, вот возможность эту получить. Ну и самое главное, то есть норма будет действовать с 1 марта, то есть мы придаем характер нормы обратной силы, для того, чтобы промежутка не было, да, и граждане могли этот процесс продолжить. Кстати, с вопросами ЖКХ жители наиболее часто обращаются к уполномоченному по правам человека Борису Ларину. Об этом он сообщил в рамках доклада. Мы достаточно много получаем обращений от детей-сирот, и не только от них. Проблема переселения из аварийного жилья, проведение капитальных ремонтов жилища – вот это главные темы, которые сегодня люди поднимают. И все чаще от людей звучат просьбы улучшить условия для жизни инвалидов, хотя бы обеспечить многоквартирные дома пандусами. Обратили внимание депутаты и на сезонную проблему – неубранные собачьи экскременты, которые обнажаются с началом весны. Один из парламентариев порекомендовал полиции лучше следить за тем, как соблюдают закон собачники. София Цинко, Александр Антропов, День с толком. В Барнауле стартовал второй поток губернаторской программы переподготовки кадров для отраслей промышленности и энергетики. Длится обучение всего 4 месяца, но по отзывам выпускников они уже внедрили знания в производство. Мыслить по-иному сейчас продиктовано самим временем. Перед промышленностью стоит задача не только развиваться, но и не утонуть. В чем перспективно наше производство и как ему предлагают помочь, знает Дмитрий Дроздов. Сесть за парту спустя 20 лет. Вадим Кузьминых вновь студент в свободное время. А днем он начальник цеха на заводе «Ротор». Казалось бы, умеет все, но хочет уметь больше. Из 200 заявок на второй сезон губернаторской программы переподготовки кадров в политехническом вузе отобрали лучших. Это сотрудники трех десятков пром и энергокомпаний. Я, наверное, ожидаю каких-то для себя обновлений данных по обережливому производству, по цифровизации производства. Ну и в сфере нынешних санкций хотелось бы, чтобы продукция нашего предприятия была более качественной, конкурентоспособной, чтобы мы могли заменить импортную продукцию. В техническом вузе уверены, промышленность края и до этого была на подъеме. АЗПИ, «Ротор», «Станкостроительный», «Котельный завод» по мнению ректора Андрея Маркова выдают высокотехнологичную продукцию. Но теперь задач перед производствами еще больше. Наверное, одномоментно мы не сможем построить какие-то промышленные гиганты, заместив те или иные ниши, освободившиеся. Огромные проблемы в станкостроении, в машиностроении. Без современных станков трудно на что-то рассчитывать. Потенциал нашей инженерной мысли достаточно высокий. Да, будут трудности, а в стране, может быть, каких-то комплектующих пока нет. Ну, либо они появятся, либо мы будем выходить из этого положения созданием своего собственного производства. О поддержке экономики в условиях санкций думают и в общественной палате края. Руководители предприятий, торговых сетей, банков, аграрии и депутаты обсудили предложения по импортозамещению, льготному кредитованию и компенсации процентной ставки. Прорабатывается сейчас в правительстве. Я очень надеюсь, что буквально тут, в ближайшей перспективе, недельной, может быть, все-таки эти решения будут приняты, потому что они в высокой степени уже проработки. Ну, условно, вернутся компенсации 2,3 ставки, например, процента. Потому что председатель, что в нулевых годах работала, прекрасно работала эта норма. Полный список предложений общественная палата края направит главе региона. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Руководителю завода механических прессов предъявили обвинение за неуплату крупных налогов. Об этом сообщает краевой следком. Следствие выяснило, что обвиняемый, чтобы уклониться от уплаты налогов, создал подконтрольные формальные организации в качестве технических посредников. А в реальности они выполняли производственную деятельность завода механических прессов. Такие действия искусственно создали право на получение налоговых вычетов на сумму почти 160 миллионов рублей. Расследование продолжается. Риск потерять работу, задолжать банкам и другие страхи сейчас могут беспокоить жители региона на фоне меняющейся социально-экономической обстановки. Не случайно многие уже предрекают возвращение 90-х, а кто-то и вовсе говорит, что будет даже хуже. Стоит ли ждать роста преступности и как не потерять последние нервные клетки? Узнаем далее. Передаю слово Ирине Корчагиной. По понятным причинам этот год заставит многих выйти из зоны комфорта, а кого-то даже пойти на преступление. Ведь если снижается уровень жизни, то растет и количество краш и даже убийств. Недавно в прокуратуре края заявили, виновники почти 78% преступлений, совершенных в регионе, это либо пьяные граждане, либо находящиеся под действием наркотиков. И почти в 70% закон нарушали люди, не имеющие постоянного источника дохода. Многие начали сравнивать наше будущее с 90-ми. Кто-то действительно верит, что жизнь по понятиям может вернуться. Если работа была, то зарплату платили через полгода, к примеру. А есть-то надо сегодня, да? Поэтому там картина была немножко другая. Поэтому и процедала кража. Воровали все, что подряд. И государственную, и общественную собственность. Ну, если так образно взять всех за 100%, то минимум процентов, эдак 48, это были лица, осужденные за кражи. Ну, отбывал наказание у нас осужденный за то, что с колхозного поля украл 3 тонны сгнивших яблок. Дело было в ноябре. Ну, какие там уже были яблоки. Он их привез домой, кормил скотину. За это он получил всего-навсего 3 года 6 месяцев лишения свободы. Грабежи, вымогательства и тяжкие телесные повреждения. Таков характер большинства преступлений, совершенных на излете 20 века. Но сотрудники в погонах спешат успокоить. Маловероятно, что лихие 90-е вернутся. Время ушло далеко вперед. Это резкая противоположность. И сравнивать-то не с чем абсолютно. Да и согласитесь, например, сегодня в условиях, когда вы находитесь под прицелами камер видеонаблюдения, куда меньше соблазна угнать машину или разбить витрину продуктового магазина. А вот что нас сейчас объединяет с 90-ми, так это стресс и чувство неопределенности. Вот эта ситуация неопределенности, она будет достаточно длительной, долго длиться. Поэтому мы через некоторое время, а у кого-то уже, мы обнаруживаем ситуацию истощения. Нужно уже сегодня создавать для себя условия, которые помогут в этой ситуации сохранить ресурсы. Максимально попытаться понять, в чем твои ресурсы, в чем твои возможности, что ты сейчас можешь делать для себя и своих близких. На сегодняшний момент, мне кажется, одним из факторов это является подключение психологического сообщества для оказания помощи. Меньше новостей, вовремя переключаться и посвятить время семье. Это лучшее, что сейчас можно сделать. В конце концов, нужно помнить, все проходит и это когда-нибудь тоже пройдет. Мусорная реформа продолжается. Поселок Шахи Павловского района в этом смысле стал образцовым. Теперь населенный пункт полностью оснащен новыми контейнерами для мусора. Подробности у Анны Рашагировой. Повод для радости у жителей села Шахи – обновление контейнеров для мусора. Еще несколько месяцев назад вопрос с ТКО здесь стоял особенно остро. Баки были дырявыми, края порванными. А среди бытового мусора встречался строительный. Из-за него не только портились сами баки, но и механизм погрузки у мусоровоза. В народе тещина рука. В этом году мы заключили с Экосоюзом контракт на безвозмездное пользование 50 контейнеров, которые подходят для мусоровоза с боковой загрузкой. Региональный оператор Экосоюз приобрел 50 новых баков. Остальные 20 куплены за счет краевого бюджета. Общаемся с главами районов, ну и сельских, смотрим, где вышли из строя баки, где есть необходимая нужда. Если какие-то населенные пункты не обслуживались, мы полностью их снабжаем баками и начинаем оказывать услугу по вызову твердых коммунальных отходов. По словам регоператора, Шахи сегодня образцовый поселок. На 31 контейнерной площадке 70 новых баков. Плюс одна резервная площадка на улице, где дома еще только строят. До этого, вот эта вся сторона нашего дома, это была настоящая мусорная яма. Просто. Потому что вот кто выезжал, допустим, он просто брал, выкидывал нам сюда мешочки, все что угодно. Поэтому вот сейчас, когда появился вот этот вывоз такой централизованный, это намного чище стал поселок. А краевые власти на реализацию мусорной реформы за три года выделили Павловскому району около 8 миллионов рублей. На это купили 350 баков. Приобретение контейнеров и бункеров для накопления такого является исключительными полномочиями органов местного самоуправления. Несмотря на это, из правительства Алтайского края на протяжении последних трех лет выделяется дотация органов местного самоуправления в размере 180 миллионов рублей. Приобретать контейнер может регоператор, затем на безвозмездной основе передавать их муниципалитетам. До лета Экосоюз обещает выделить порядка 4,5 миллиона рублей на обустройство сел своей зоны баками. На очереди на Валтайск и поселок Белоярск, где контейнеров вообще нет. Там до сих пор мусор собирают бестарным способом. Анна Рашигирова, Андрей Печоркин. День с толком. Жители одного из домов на улице Гущина решили сменить власть. Речь идет об управляющей компании, которая занимается обслуживанием зданий. С 2015 года, по словам жильцов, они недополучают внимания коммунальщиков. Артем Гусельников продолжит. Во время старта отопительного сезона здесь прорвало трубы. Кипяток затопил несколько квартир. Пострадала мебель, отделка, разрослась плесень. Проводка стала искрить. И это стало последней точкой. Жильцы решили сменить УК ДС-1. Нам говорят, вот уходите в ТСЖ и делайте, что хотите. А на все наши требования они не отвечают, не предоставляют должным образом документы. Значит, хамят по телефону периодически. Жильцы говорят, дом страдает с 2015-го. Например, нет должного напора холодной воды, отопление запускают поздно, не убирают вовремя снег. На этом собрании обсуждали смену УК на более исполнительную. Ну, я считаю, что если мы ничто не будем менять, то мы в этом болоте также будем плыть и также будем тонуть и дальше. Никто за нас эти вопросы в доме решать не будет. Часть жильцов и бывший председатель дома ничего менять не хотят. И сомневаются в новом претенденте УК Рекстиль. Говорят, существует всего 6 месяцев, а ее руководитель с миллионными долгами. Мы вообще рухнем. Вы представляете, там они снимают где, в общежитии, в каком-то комнатушку. Во-первых, наши данные, куда будет все даваться, ни бухгалтерии, ни паспортного стола нет. А один из соседних домов уже вышел из-под управления ДЭЗа. Но, по словам жильцов, за два месяца компания так и не передала новые УК технические документы. Об оттоке домов и коммунальных проблем мы хотели поговорить с главой ДЭЗ-1 Виталием Гроссом. Но в приемной сообщили, что не знают, когда он появится. Не получилось диалога и у жильцов на Гущино. Для смены УК им нужно большинство голосов. У нас собственник голосует квадратными метрами своего помещения, принадлежащего ему на праве собственности. То есть, чем больше у вас помещения, чем больше у вас квартира или, допустим, офис на первом этаже, тем больше у вас голосов на общем собрании. Поэтому у нас, грубо говоря, собственники трехкомнатной квартиры имеют голосов больше, нежели у собственника однокомнатной квартиры. Как утверждают заинтересованные жители, за смену – 80%. Дойдет ли до реальных перемен, можно будет судить через месяц. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Засматривают и зачитывают до дыр. Осужденные Новоалтайской колонии получили письма и фото от своих детей, ответные, в рамках социального проекта. Подробности у Валентина Аскировой. Рожкова. Спасибо. Спасибо большое. Осужденные Новоалтайской колонии – просто мамы. Открывают конверты, письма от детей, с которыми они в силу обстоятельств разлучены. Попала я. Ну, наверное, деньги люблю. Поэтому и попала. Торговала я наркотиками. Ну, это был последний мой срок. Первый и последний, так скажем. Четыре года Елена участвует в проекте «Рождественская елка», когда осужденные за счет благотворителей отправляют детям письма и подарки. Сегодня Елена получила ответ от дочери. Моей дочке уже 12 лет. И вот я получаю четвертую открытку, можно сказать, да. И каждый из года в год я вижу ее изменения по возрасту. Ну, как бы очень, сейчас очень большая выросла. А Евгения долгое время не могла наладить отношения с дочерью. Опекуны были против общения девочки с мамой, осужденной за кражу уже дважды. Но проект начал примерять стороны. Благодаря нашим волонтерам, нашим, рождественской елке, которые соединяют сердца, да, они дают, ну, как бы от нас, да, дарят детям, чтобы они не забывали про нас, что мы их любим. Может быть, как ты ее называете? Настена, Сластена. Очень любит животных. Это, в принципе, все в маму. Сколько мне видите уже? Не вижу уже. Третий год. Социальный проект существует уже семь лет и помогает осужденным укреплять и, в первую очередь, восстанавливать потерянные связи с малышами. Кстати, география проекта уже вышла за пределы края. Взяли близлежащие области, то есть это Кемеровская область, Красноярский край. Также взяли те города, в которых у нас есть волонтеры, то есть это Чита, это Омск. В этом году поздравления и теплые слова от своих мам и пап получили сотни детей. Вот только не все ответили письмом на письмо. Не все пока готовы идти на контакт с родителями в колонии. Но первые шаги сделаны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К новостям культуры. В Краевой филармонии премьера. Ансамбль русского танца «Огоньки» уже завтра покажет спектакль «Аленький цветочек», поставленный питерским режиссером. Но на сцене будут лишь мотивы сказки. Зверь лесной был страшен. Краевая филармония представляет сказку «Аленький цветочек». Хореографический спектакль. На сцене больше 30 танцоров ансамбля «Огоньки». Работать с режиссером из Питера они начали еще в прошлом году. Уже тогда стало понятно. Прочтение сказки будет современным. Я читаю сказку, а потом все, я отхожу из твоего сказки. У меня еще и соблазнительница есть, которая соблазняет, расслабляет немножко перед нападением разбойников, чтобы родители тоже не скучали. Сюжет оставят, а вот подборка музыки тоже на современный лад. Из тысячи мировых произведений Надежда Калинина выбрала композицию «Каменный цветок» Сергея Прокофьева. Огромная театральная работа. Для филармонии это сущий ад в чистом виде, потому что у нас нет ни постежорок, ни гримеров, у нас нет, извините, костюмеров, чтобы сшил эти костюмы, у нас нет декораторов, мы все это где-то заказываем, по-настоящему на разрыв шаблок нам не работаем. Оценить неформатную постановку можно уже завтра. Премьера 1 апреля. Кстати, билета в кассе почти нет, зато есть еще один концерт 2 апреля. Режиссеры-танцоры уверены, зрители будут в восторге. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. «Динамо Алтай» вновь покидает Кубок Федерации в полуфинале. В этом розыгрыше «Алтай» не смог обойти красноярских рысей. Вначале удача сопровождала наших, «Динамовцы» забили несколько шайб, вышли вперед, но если возможно отыграться с 6-0, то с 0-3 тем более, что рыси и сделали. Я считаю, индивидуальные ошибки не позволили нам сегодня нашу игру довести до логического конца. Значит, уровень такой у нас. В России в реализации, конечно, посильнее выглядят. Не можешь забить, значит, надо было просто грамотно обороняться. Но я не знаю, как объяснить. Но это просто надо мочь. И одержав победу в серии со счетом 4-2, красноярцы отправились в финал, а «Динамо Алтай» закончила сезон и едет домой. Будущая команда, как и алтайского хоккея, в целом остается неясным. А наши дзюдоисты на этой неделе тренируются со спортсменами из Казахстана и Якутии. Международные сборы в Барнауле проходят в рамках подготовки к домашнему первенству в России в 2023 году. Чем больше обмена с разными видами школ, тем больше ребенок для себя какую-то технику подчеркивает. Чем больше он нагружается, тем больше он растет, матерей. По словам тренеров, особенно интересно в плане конкуренции казахстанская школа дзюдо. Набор приемов их спортсменов разнообразен, в то время как алтайские и якутские больше ориентированы на классику. Своими фишками со спортсменами поделился олимпийский призер Тамерлан Башаев. Следующие сборы команда нашего региона планирует провести в Монголии, а после в Республике Алтай и Казахстане. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните, делитесь своими интересными темами. И не только через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи. Продолжение следует...